Бисмиллайхи рахмана рахиму, салату и саламу аля Набина Мухаммаду, аля Алихи и сахаби Аджмаин. Ва ман таби'хум би ахсани иля яуми дин. Радына биллайхи рабба, ва бил ислами дина, ва бимухаммадин салла Аллаху алейхи вассалама, Набиям и Расулла. Саламу алейкум, рахматуллахи баракат, уважаемые братья и сестры. Альхамдуллах, помилоси Аллаху субхану ва тааля. Мы опять вместе встретились, самые лучшие из дней в Доме Всевышнего Аллаха субхану ва тааля. Ма шааллах, какая милость Аллаха субхану ва тааля. То, что нам позволил сегодня, альхамдуллах, прийти в этот день, самые лучшие из дней, самые лучшие места, альхамдуллах, встретиться с братьями, получить награду от Аллаха субхану ва тааля. Это хидая, милость от Аллаха субхану ва тааля. Это милость от Аллаха субхану ва тааля. Просим Аллаха субхану ва тааля, чтобы укрепил наши стопы, иншаллах, на этом. И чтобы также последние наши дела тоже были в поклонении Всевышнему Аллаху. Чтобы Аллах защитил все эти лекции от наказания ада. Чтобы всех нас ввел в джанна, иншаллах, в нашу вечную райскую обитель. Вот так, как мы сидим, друг на друга смотрим, улыбаемся, радуемся. Чтобы иншаллах в судный день радовались, когда мы зайдем, последний шаг сделаем. И зайдем, иншаллах, в вечную райскую обитель. Там, где то, что глаз не видел, ухо не слышало, человек даже такую красоту не может представить. Встретимся с пророками, с шагидами, с родителями, с дедушками, с бабушками. И будем, иншаллах, вечно пребывать в этом раю. Сейчас как раз поднимался, один брат спросил, можно ли поздравлять с пятницей? Как принято, Джума Мубарак, или брат, поздравляй с пятницей. Как раз, что спешили, говорят, давайте сейчас сначала это обсудим, Лиль Фаида. Как можно поздравлять, нет, с пятницей? Брат, поздравляй тебя с Джума, или я сказал, Джума Мубарак. А? Можно? Нет? Нельзя. Альхамдулля, кто-то говорит, а что плохого, если я поздравил человека? Но эти вещи, дни поклонения и так далее связаны с поклонением, все, что связано с теми делами, которые в поклонении. Делал ли это пророк Мухаммад, саллаху алейхи салям, или нет? Нет основы, то, что пророк Мухаммад, саллаху алейхи салям, или сахабы, поздравляйте друг друга с пятницей. Брат, поздравляй тебя с пятницей, брат, поздравляй тебя с Джума. Если это постоянно делать, на постоянной основе, люди возьмут это как какое-то поклонение в религии, какое-то дело, и будут говорить потом, пророк так делал, сахабы так делали, они так не делали. Но напомнить о пятнице, например, салават, то, что делать, как часто присылают там ая, чтобы напомнить человеку, что самое лучшее дело в пятницу, это делать салават за пророка Мухаммада, саллаху алейхи салям, гуссель берите, спешите на молитву, напомните, это хорошо, но поздравляйте, пророк Мухаммад, саллаху алейхи салям, сказал, у мусульман два праздника, праздник разговления ураза байрам и праздник жертвоприношения. Вот в эти два праздника они друг друга поздравляли после молитвы. Опять же, с сунна поздравлять, с ночью бывает завтра аид намаз, ночью с магриба поздравляю, поздравляю с сунна, поздравлять после салата аид, после того, как прочитали аид намаз, потом уже поздравлять, пророк Мухаммад, саллаху алейхи салям, выходил сахабы и говорили, пусть Аллах примет от нас и от вас. И сегодняшнюю тему хотели бы, иншаллах, обсудить, напомнить, в первую очередь, самому себе и всем, нам, аль-хамду алейхи, как мы нуждаемся в напоминании. Аллах, субхану аль-та'але, говорит, напоминай, поистине напоминание помогает верующим. Напомнить о хляке, одном из холюка, из нравственности, у которого мусульманин должен этого придерживаться. И в последнее время мы замечаем то, что мало кто этого придерживается. И часто возникают какие-то проблемы, споры между братьями, и после этого они не возвращаются к тому, что повелевает нам, субхану аль-та'але. Как пророк Мухаммад, саллаху алейхи, сказал, поистине я, меня Аллах, субхану аль-та'але, послал, чтобы усовершенствовать благой нрав. Чтобы усовершенствовать благой нрав. И как говорят аль-улама, ученые, каждое поклонение, это как оболочка, в котором скрывается ахляк, в котором скрывается нравственность. Например, намаз, ас-саллах, это как оболочка, в котором скрывается нравственность, как пунктуальность, чистота, смиренность, вот такие вещи. Хадж, когда мы собираемся на хадж, сабр, нужно проявлять терпение. Там бывает перед хаджем, кто-то человек ходит по родственникам, друзьям, раздает долги, возвращает долги, просит прощения. Вдруг он вернется или не вернется. Во время хаджа нужно сабр. Кто-то толкнул, кто-то приехал там с другой стороны, где нет цивилизации, для него какие-то вещи, для тебя это ненормально, для него это нормально выглядит. То есть надо вот это вот некий сабр проявить. Также во время сия, во время поста, то есть ахляк, какой скрывается во время поста, сабр, проявление терпения. Когда уже перед Магребом сил нет, ты устаешь, вспоминаешь о братьях, которые также целый день голодают на протяжении года, у них нет еды, нет питья, и ты тебя подбодряешь, чтобы помогать, чтобы давать, иншалла, садака, чтобы поддерживать. И в каждом так поклонении есть ахляк. И Аллах, субхану ва-та'аля, часто напоминаем этот айя, но ссылаясь на другой айя, то, что напоминание помогает верующим. Аллах, субхану ва-та'аля, сказал, Поистине ты на великом нраве, я Мухаммад. И каждый бы из нас хотел обманить себя тот, кто бы сказал бы, я бы не хотел нрав, как у пророка Мухаммада, саллаху алейкум. Это обманщик. Каждый из нас хочет хотя бы быть похожим чуть-чуть на пророка Мухаммада, саллаху алейкум. У кого есть внутри иман, у кого есть любовь к Аллаху, любовь к пророку Мухаммаду, саллаху алейкум. А какой же был нрав пророка Мухаммада, саллаху алейкум, 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 саллаху алей делами. Есть тафсир каули, когда словами говоришь, когда ты делом показываешь тафсир в Курану. И один из этих качеств, ахляк, о котором хотел бы на сегодняшний день напомнить себе и всем нам, и всем это нам не хватает, в Аллахе, и в суете этой жизни, когда есть споры, когда есть разногласия, финансовые взаимоотношения, это аль-ав, ват-тасамух фид-дин. Это уметь прощать ради Аллаха, уметь прощать ради Аллаха. Какой бы вред бы тебе не причинили научить тебя прощать. Тебе тяжело было, когда тебе притеснение какое-то было, несправедливость тяжело, но ты прощаешь. Почему? Потому что ты Аллаха больше любишь. Ты знаешь, что Аллах любит тех, кто прощает, и ты делаешь это ради Аллаха. Поэтому, когда человек говорит, я не умею прощать или мне тяжело прощать, значит, есть проблема у нас в сердцах, если мы не умеем прощать. Значит, мы до нее больше любим, чем Аллаха. Ведь Аллах, субхану ва-та-Аля, нам приказывает и говорит, прощайте, не хотите, чтобы Аллах вас простил. Каждый из нас хочет, чтобы Аллах, субхану ва-та-Аля, в судный день, самый тяжелый, что нестили на себя братья, грехи. И как бы каждый хотел знать, чтобы Аллах, субхану ва-та-Аля, взял и простил нас. Но чтобы мы, если этого хотим, тогда мы сами должны уметь прощать. Аллах, субхану ва-та-Аля, говорит, не хотите, чтобы Аллах вас простил. То есть из великого нрава в религии, из красивого гылка, и надеясь на великую награду, которую уготовил Аллах, субхану ва-та-Аля, людям, это те люди, которые умеют прощать людей. Когда человек прощает других, в этот момент он живет в почете среди людей. Они в страхе, как думают некоторые люди. То есть некоторые люди думают, что он всех прощает, значит, боится, слабый и так далее. Нет, не так. Он, наоборот, в почете живет. Он сильный человек. Он умеет прощать, умеет отпускать ситуацию. Рок Мухаммад, салаллаху алейкум ва-та-Аля, сказал, Если человек прощает, Аллах, субхану ва-та-Аля, увеличивает это по отношению к этому человеку, ничто иное, кроме как почет. Он, почитаемый человек, который умеет прощать среди ангелов, среди людей. Также пророк Мухаммад, салаллаху алейкум ва-та-Аля, сказал, садака не уменьшает имущество человека. То есть человек, например, хочет дать садака, помочь кому-то. И он думает, субхану ва-та-Аля, сейчас отдам, а мне ничего не останется. Нет. Наоборот, только Аллах еще больше даст. Аллах, не успеешь дать, как Аллах, салаллаху алейкум ва-та-Аля, тебе намного больше вернет. Намного больше даст. И тот, кто проявляет скромность перед Аллахом этого человека, Аллах, субхану ва-та-Аля, возвеличивает. Возвеличивает. То есть, субхану ва-та-Аля, бывает, когда человек ведет себя высокомерно. Бывают люди, которые, Аллах, субхану ва-та-Аля, много им, что дал из этой жизни. И вроде бы думаешь, если не он себя будет вести высокомерно, тогда кто помимо него? Я вам одну историю приведу. В том году у нас есть один друг, шейх Ахмад Джума. Друг наш, брат наш, аль-хамду ля, помощник шейха Мухаммада бин Рашталь Мактума, правитель Дубая. Я просто приведу как бы пример, как он разговаривает, то есть, как он легко относится к этой дуне. Говорит, у меня есть одна компания, инвестиционная компания. Я инвестирую в Та'лим, в науку, и инвестирую в образование, инвестирую в медицину. И рассказывает так легко, это, знаете, бывает, когда человек хвастается, а когда так легко разговаривает с людьми. В 2009 году я купил одну компанию по медицине в Лондоне на бирже за 2009 году, за 300 миллионов долларов. В 2013 году я ее продал за 2 миллиарда долларов. оттуда взял закат, раздал. И так вот это ненавязчиво, то есть, он не показухой не занимается, обычный разговор. Ходит в обычных тапочках, приходит, легко себя ведет и так далее. Когда приехал, он приехал в гостиницу поздороваться, обняться. Я говорю, шейх, маше Аллах, я говорю, Субханаллах, ты правишь страной, ахмуртиллах, ты столько благ дал. Но ты так просто себя ведешь, со всеми здороваешься, с водителем обнимаешься, с этим так легко и просто ведешь себя. Вот это Аллах, Субханаллах, еще я взял этот охляк от своего папы. Он тоже был правителем, и он ушел из этой жизни. Все его богатство осталось здесь. И все эти имущества тоже здесь останутся. А что с нами уйдет? Не миллиарды, нет, а с нами уйдет, с нами благие дела. Поэтому, Субханаллах, если Аллах, Субханаллах, дал человеку что-то, и он ведет себя скромно, пусть это будет в области знаний или в области финансов или еще какое-то положение в обществе, и он ведет себя скромно. Как красиво и прекрасно на него смотреть. А бывает, у человека ничего нет, он все равно нос свой поднимает. В итоге он вышел два раза из места, откуда выходит, Нажас. Каждый из нас вышел два раза. Поэтому куда ему высокомериться? Это поэтому, проеку Мухаммад, саллаху алейкум, сказал, то, кто ради Аллаха проявляет скромность, Аллах его возвышает. Аллах, субханаллах, его возвышает среди ангелов. В Аллаху, азиа вау, я говорю в Куран, субханаллах, говорит в Куране, дай Аллах, субханаллах, чтобы это было правилом нашей жизни. Если вы простите, помиритесь, простите, то поистине Аллах прощающий, милосердный. Это называется такого рода аяты называется награда, то, что человек заслужил. То, что он сделал, что посеял, то и как получил. Например, Аллах в Куране говорит, помните обо мне, я вас вспомню. То же самое, субханаллах, здесь говорит, хочешь, чтобы Аллах тебя простил, прости людей, помирись. Тогда Аллах, субханаллах, тебя простит. Также, субханаллах, говорит в Куране, прощайте, пусть они прощают, пусть они меряются, субханаллах. Иногда видишь, человек что-то вспоминает, какие-то обиды, 20 лет назад его обидели, он вспоминает и не может человека простить, не может отпустить ситуацию. Тяжело ему этому человеку жить, тяжело на него смотреть. Аллах, субханаллах, пускай прощает, пускай меряется, дунья короткая, все закончится. В итоге мы что, мы пойдем, аль-хамдуллах, к Аллаху, субханаллаху, хотим всем, чтобы Аллах нас простил, прощайте, что бы там ни было. И дальше, субханаллаху, задает вопрос. Неужто вы не любите, не хотите, не желаете, чтобы Аллах вас простил? То есть неужто вы не хотите, чтобы Аллах вас простил? Кто хочет и знает, чтобы Аллах его простил, тогда человек тоже должен простить людей. В судный день человек придет перед Аллахом, субханаллаху, встанет, его дела, они, мало у него благих дел, ничтожные дела. И у каждого из нас ничтожные дела. Ничего мы не сделали перед Аллахом, субханаллаху, не заслужили рай своими делами, только как по милости Аллаху, субханаллаху, придет, его дела ничтожные. Может быть, он обольщался, думал, ма шаллах, он много что благого совершил, субханаллах, просыпался на утре, молитву и так далее, думал. Но это все ничтожно за те милости, которые Аллах, субханаллах, нам дал. Его дела ничтожные, и тогда ангел спросит его, что ты сделал? То есть человек хочет зайти в рай, что ты сделал, раб Аллаха? Он сказал, ничего. Ничего, кроме как я, тому должнику, которого тяжело было отдать долг, я прощал, и который задерживал мой долг, я давал ему срочку. Больше ничего я не делал. И Аллах, Субханаллаху, ему скажет в судный день, и ангелам скажет в судный день, «Ана ахакку бидзалик мин абди, кад афауту анху в адхальтху лжанна». У меня больше прав, чем у моего раба, прощать. Поистине я его простил и вел его в рай. То есть я больше имею прав прощать, чем этот человек. Да, этот человек простил этого, дал эту мосрочку, прощал, но у меня хакка на это больше. Я более достоин, чем мой раб, прощать других. Я простил его за это действие и вел его в рай. Сказал, Субханаллаху, в судный день. Также, Субханаллаху, говорит, «Ва анти афу акрабу лит-тақва». Если вы прощаете, это ближе к богобоязненности. «Изда арадали инсан, ин ясали или мартаба тит-тақва, фали афу анил-бешар». Если человек хочет достигнуть уровня богобоязненности, то пусть он прощает людей. То есть у человека есть выбор или простить, или отомстить. У него есть выбор, но если он простит, это лучше, это ближе к богобоязненности. Сколько бывает, что человек, например, сидит и думает, сколько меня притеснил тот, сколько сделал мне притеснение. Да, ему дозволено, дозволено ему забрать свой хақ. Дозволено ему даже дуа делать, если дуа притесненного принимается. Дуа мазлюм притесненного принимается. Но однако высший уровень, высший степень и близкое к богобоязненности и великую награду берет человек когда человек прощает того, кто его притеснил. Притеснил его в имуществе, задел его честь, оскорбил его или еще что-то. То есть бывает, субханаллах, когда человек, тут два вида людей. Один человек задел что-то другого брата каким-то словом и так далее. И он его что? Он должен прийти, он должен извиниться, он должен просить прощения, унижает его и так далее. Тот же человек, другой человек бывает наоборот проявляет высокомерие. Я не буду извиняться и так далее. И вот из-за этого проблемы шайтан, ювасвис еще больше делает смуту и потом люди, они что? Враждуют между собой. А если бы мы легче бы относились и делали это ради Аллаха субханаллаху ата'аля, я умею прощать, человек умеет попросить прощения, нету никакого высокомерия. Если я не прав, я прошу прощения. Если я прав, ко мне меня притеснили, я ради Аллаха субханаллаху ата'аля прощаю, то тогда, легко на этой жизни жить. Давайте посмотрим на хадис, в котором в Дахик Аминху Наби, салаллаху алейхи саламу, хадис, от которого засмеялся пророк Мухаммад, салаллаху алейхи саламу. Посланник Аллаху, салаллаху алейхи саламу, он вообще мало смеялся по жизни. И говорил, когда увидел, и показали ему рай, и показали ему ад, он сказал, лау раайтум на раайтум, ла дахиктум калийля, ва ла бакейтум кассира. Если бы вы видели то, что видел я, ему показали рай и ад, вы бы меньше смеялись и больше бы плакали. Но это не означает то, что смеяться запрещено. Но когда чрезмерно, постоянно бывает, постоянно смех, 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 умертвляет сердце. Он сказал, видел рай, видел ад. И также сказал, что в аду было много женщин. Когда спросил, почему женщин много в аду? Потому что они неблагодарны по отношению к своим мужчинам, к своим мужьям. Когда муж для нее что-то постоянно делает, делает, и в один момент не сделал, она говорит, я никогда тебя никакого блага не видела. Вот за это много женщин будут в аду, сказал пророк Мухаммад саллаху алейхи вассалям. От этого хадиса пророк Мухаммад саллаху алейхи вассалям засмеялся, обрадовался. В судный день придут два человека и соберутся у Аллаха субхану ате аля. То есть в судный день нет денег, чтобы от чего-то откупиться, не заведут человека из-за его национальности или какого-то, скажем, положения в обществе. Нет. Благие дела и плохие дела. Благие дела и плохие дела. Это мы шахидеом аль-Кияма. То есть представьте вот это событие судного дня. Два человека придут, соберутся около Аллаха субхану ате аля. Субхану ате аль-Киям. Субхану ате аля. Он мой Господь. Вот этот человек мне притеснил. Я в судный день не смог забрать то, что было положено мне. Не мог забрать свое имущество, которое он забрал. Не мог ответить ему. Он был сильнее меня. Он притеснил меня. Вот сейчас он пришел в судный день. Вот мы перед тобой. Аллах субхану ате аля. Между нами рассуди. Я хочу забрать то, что мне положено. И тогда Аллах субхану ате аля скажет, забери его благие дела. Забери его благие дела. Он заберет все его благие дела. Валякин якуль, я раб, ма ахатту хақи. Он скажет, о мой Господь, я до конца не забрал то, что мне должен был. Еще осталось. Представляете, положение того человека. Только грехи. Все благие дела он ему отдал. Все только грехи. Прямой путь в джаханнам. Прямой путь в ад. Тогда Аллах субхану ате аля скажет, не забрал. Сегодня день справедливости. Сегодня решая справедливый, Аллах субхану ате аля. Тогда он сказал, худ мин аузари, вада али. Аллах, забери мои грехи и положи его на него. То есть и так у него все грехи остались. Нету благих дел. Он говорит, забери мои грехи, я хочу полностью забрать то, что он мне должен был. Все халяк, это уничтожение. Прямой путь в джаханнам. И тогда Аллах субхану ате аля скажет в этот момент, посмотрите на милость Аллаха, посмотрите, как после этого можно не любить Аллаха, как можно к Нему не стремиться, как после этого можно не просыпаться ночью ради Аллаха, чтобы благодарить Его. Субхану ате аля скажет этому мазлюму, притесненному, уже притесненный, кто встал в судный день. В судный день уже стал притесненный, тот, который был при жизни. Он теперь, альхамду лля, притеснения от Него ушли, он забрал благие дела, возложил на того свои грехи, и этому человеку Аллах субхану ате аля скажет, посмотри на рай, открой дверь в рай. посмотрит на рай, посмотрит на рай, и увидит там дворцы, увидит строение рая, реки, сады, хуруль-ин, то, что глаз не видел, то, что ухо не слышал, то, что человек представляет, красота рая, он удивится и скажет, ой, мой Господь, какому пророку этот рай принадлежит? Какому правдивому человеку принадлежит это? Какому шахиду это принадлежит? То есть он уже не думает о себе, увидеть рай, это никому иному, кроме как пророку, а какому из пророков это? Какому шахиду? Какому шахиду это принадлежит? Какому праведнику это принадлежит? Потому что это великий мульк, великое имущество, великое наслаждение вечное. Это принадлежит тому, это не пророку, не только пророку, не шахиду, это тому, у кого есть за это плата, кто сможет заплатить за это. Удивительно скажет, у кого есть плата за это, у кого есть возможность купить это. То есть с удивлением, никто не сможет это купить. То есть ни за что это не купишь, такую красоту вечную. И Аллах, субхану и Та'ля, скажет, ты можешь заработать это, ты можешь купить это. Как я могу купить это? Откуда я возьму плату за это? Откуда я возьму столько, чтобы мы могли заплатить за этот рай? Как? Если ты сейчас простишь своего брата, если ты сейчас простишь своего брата, и заслужишь тогда этот рай, ты даже скажешь, я простил его. Он уже не будет думать, субхану Аллах, не думаешь, он меня додал, не додал, обидел и так далее. Я простил его, только хочу, хочу этот рай. Посмотрите, милость Аллаха, посмотрите, щедрость Аллаха, посмотрите, мягкость Аллаха по отношению ко всем. И это нам долиль на то, что, братья, Аллаху не поможет поклонение поклоняющих. И Аллаху, не навредит грехи грешников. Аллах, субхану Аллаху, скажет, возьми этого брата своего за руку и вместе заходите в рай. Аллаху акбар. Возьми этого брата. Субхану Аллаху, представляете, положение, сходный день, уже подумают, все благие дела отдал, на нем грехи, попадаю в ад, джанна. Ну, милость Аллаха, милость Аллаха покрывает все, превыше всего, субхану Аллаху. Поэтому Аллах, субхану Аллаху, говорит нам и с этим аятом давайте вместе проживем нашу жизнь. Ма зоннукум би раббил аламин. Ма зоннукум би раббил аламин. Что вы думаете о Господе миров? Как вы о нем думаете? Ана инда зонни абди би. Субхану Аллаху, говорит в хадисе, я таков, как обо мне думает мой раб. Если мы думаем об Аллахе, хорошо, будет все прекрасно. Если человек думает об Аллахе, плохо, будет ему плохо. Поэтому кто-то нам навредил, кто-то нам притеснил. Кто-то про тебя сплетничал. Знаешь ты его или не знаешь? Скажи из всего своего сердца. О, Аллах, всех я их простил. Знаю я его и не знаю. Почему? Потому что я хочу твое прощение. Хочу твою милость. Бывает, нас кто-то задевает словом и так далее. Или кто-то наговаривает что-то. Или кто-то притесняет. Субхану Аллаху, один раз, когда одно наставление делал, когда заехал к папе на кладбище, просто из головы сделали наставление, напоминание. Потом это видео распространилось. И кто-то там мне говорит, написал, перед тем, как делает наставление, пусть о себе посмотрит. Другой брат тоже просто сделал наставление для самого себя. Братья, клянусь Аллахом, то, что мы сейчас говорим, я первый, кто в этом нуждаюсь. Я первый. И когда имам говорит, что ты не знаешь, что он говорит, что он такой, мальчик Аллах. Имам в первую очередь нуждается в этом. Потому что шайтан еще больше его с себя делает. И тогда говорит, пускай поспорь на себя, у него смотри, как женщина блестит лицо. Валлахи, хотел бы я, чтобы у меня такая борода была. Ну что я сделаю, если Аллах меня таким сотворил? У меня не растет она. Субхан Аллах. Какие-то крема мазал, чуть-чуть пошло. Поэтому человек, не разобравшись, тогда думал, брейца и харамчат. Мы спешим что-то говорить плохо о человеке. Спешим о нем что-то говорить, спешим о нем что-то. Это мечта моя, чтобы борода была. Ну не растет она. Что сделаешь? Аллах меня таким сотворил. Или еще что-то. Поэтому наш язык не должен спешить кого-то оскорбить. Наш язык не должен спешить о ком-то что-то плохо сказать. Поэтому все, кто у меня о чем-то, мы должны улыбаться. Плохо сказали что-то. Почему мы должны думать, чтобы о нас все должны хорошо говорить? Мы не ангелы, мы ошибаемся, мы грешники. Мы просим Аллаха прощения, но все, кто нам где-то притестил, мы говорим, Аллах, ради Аллаха я прощаю всех. Почему? Потому что я хочу твое прощение. И хочу, чтобы ты тоже его простил, настал на прямой путь. Если я кого-то притеснил, меня простил, настал на прямой путь, то есть он шел, мимо Медины проходил, чтобы сделать умру. Раньше умру тоже они делали, курайшиты, делали мушрики, но делали, ширкият было много. То есть делали, как мы говорим во время умра, у тебя нету такого компаньона, кроме такого, которого ты себе взял, делали ширкият. Этот человек был богатый человек из такого значительного клана. и когда он проходил, мусульмане его поймали, привязали его около мечети. И каждый день пророк Мухаммад, саллаху али сан, проходил и говорил, что ты хочешь мне сказать, о, сумама? На что он говорил, то есть говорил такие словами, опять же, это шучаа, было всегда у арабов, была такая храбрость, даже несмотря на то, что они были неверующими, он говорит, если ты меня хочешь убить, то убей так, чтобы пролилась моя кровь. То есть действуй, о, Мухаммад. Если ты хочешь меня простить, то ты простишь щедрого человека, который отблагодарит тебя. Пророк, саллаху али сан, оставлял дальше, проходил. Я каждый день проходил, что у тебя, сумама? Простишь, я тебя благодарю. Если ты меня хочешь убить, казнить, то казни меня. В один день пророк Мухаммад, саллаху али сан, просил у него и сказал, что у тебя, сумама? Тоже самый ответ. И тогда пророк, саллаху али сан, сказал, отпустите его, пускай идет. Тогда он удивился. Просто так его отпустили. Сумама подходит и говорит, хочешь имущество, я дам тебе деньги. Нет, я не хочу деньги. Иди, я тебя отпускаю ради Аллаха. Тогда Сумама удивился поступку пророка Мухаммада, саллаху али сан, то есть опять же, это нам указывает, это призыв к Аллаху, если мы умеем прощать, покажем свой охляг человеку, который не близок к религии, тем самым тоже будет дама, призыв. Как сделал пророк Мухаммад, саллаху али саллаху али салям? Отпустил его. Он удивился, просто так отпустил, даже денег не попросил. Он вышел из Медины, взял гусль, полное мовение, и обратно зашел в Медину. Пророк Мухаммад, саллаху али саллаху али салям, сидел вместе со своими сахабами и тогда сказал, я, Расул Аллах, кунта абгадал вуджухи илляйя, ваддинук абгадал адьяни илляйя, вабаладик абгадал биляди илляйя, о посланник Аллаха. Он уже сказал, не Мухаммад, о посланник Аллаха, то, что уже свидетельствует, хочет принять ислам. Поистине, твое лицо было самое, то лицо, которое я не любил, ненавидел. Твоя религия самая, из тех религий, которые я не любил. Твоя страна, твой город, Медина, то, что сейчас твоя религия самая любимая религия для меня, твое лицо, самое любимое лицо для меня, твое местность, самое любимое место для меня, есть свидетельство, что нет достойного поклонения никого, кроме одного Аллаха, и то, что ты, Мухаммад, раб и посланник Аллаха, своим нравом. Поэтому Аллах, описывая пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям, только по милости Аллаха, твое сердце было мягкое по отношению к ним. Если бы ты был жестким, твое сердце было бы жесткое, то бы они все бы отвернулись от тебя. Аллах, субхану алейхи вассалям, послал Мусу, алейхи салям, и Гаруна к тому, кто сказал, я ваш великий Господь, Джибриил, алейхи салям, к фараону, Джибриил, алейхи салям, сказал, я возненавидел фараона, когда он сказал, я ваш великий Господь, но, несмотря на это, Аллах сказал, и он решает, скажите ему мягкое слово, мягкое слово, может быть, он напомнится, или будет богобоязненным. София, София, супруга пророка Мухаммада, иудейка, которая приняла ислам, когда уже умер пророк Мухаммад, салям, во время умара, ее помощница возвеличила субботний день, субботу, и тогда, уже после того, как приняла ислам, она сказала, Почему ты же мусульманка? Почему ты так говоришь? Калят, а шайтан. Шайтан меня сбил. Шайтан меня восьвас сделал. Тогда она сказала Софии, Иди, я тебя отпускаю, освобождаю ради Аллаха. Рабыня, которая была у Софии. Аль-Ахнаф ибн-ал-Кайс. Аль-Ахнаф ибн-ал-Кайс. Человек, известный. Был известен тем, что прощал всех, кто его притеснял. Один раз пришел к нему один мужчина и сказал То есть с высокомерим пришел и говорил, хотел его вывести из себя и говорит, я Ахнаф. Он знает, что он прощает. Если ты мне сейчас слово скажешь, я тебе 10 слов в ответ скажу. Давай попробуй со мной поспорь. Ахнаф говорит, Клянусь Аллахом, ты мне 10 слов скажешь, я тебе одним словом не отвечу. Аллах Субхану говорит, отвечай на зло добром. Тогда ты увидишь, что самый твой ярый враг станет твоим самым близким другом. Также и из... Я знаю, еще время есть, 2-3 минуты, да? Ссохи? Или зашло время? А? Вот минуту последнюю сейчас закончим, чтобы уже не прерывать худбу. Ахнаф. Также из благих дел, это когда примирять людей. Когда видишь, братья враждуют друг с другом, родители между детьми, родители между мужем и женой, друзей, стараться примирять. Субхану Ва Та'ля говорит, нету блага в негласном общении, когда люди собираются, о чем-то шепчутся, кроме как в трех случаях. Садака, когда люди шепчутся, чтобы собрать садака и помочь. Ма'руф, или говорят о каком-то благом деле, или ислах بين нас. Собрались, чтобы примирить братьев. Обсуждают. Вот в этих трех случаях, когда люди шепчутся, в этом есть благо. Поэтому Аллах Субхану Ва Та'ля говорит, и отдельно, поистине мусульмане верующие, они братья, и примиряйся братьев. Один был из мужчин, из ансаров, которые звали Амран. Амран, у него была супруга. Как часто бывает, например, приходит между мужем и женой разногласие, и имам спешит развести их. Но надо стараться примирить их, стараться примирить, примирить, все для этого сделать, чтобы они не разошлись, не разводились. И его супруга хасала хилат байнаху байнаха. Они разногласия между мужем и женой. И тогда тогда он запретил своей супруге навещать своих родственников. Тогда семья ее супруги, ее жены пришли, ее забрали. То есть жестко забрали. Говорит, ты нам не будешь запрещать, чтобы наша дочка нас навещала? Забрали ее. Во время пророка Мухаммада, саллаху алейхи салям. Тогда пророк Мухаммад, саллаху алейхи салям, сахабов отправил в их дом. И примирили между мужем и женой. И в этот момент, субхану алейхи салям, не спешил айя. Если она ушла, то примирите их справедливо. Поистине Аллах любит справедливых, поистине верующие братья. И примиряйте между братьями, и бойтесь Аллаха. Может быть, Аллах проявляет по отношению к вам свою милость. Просим Аллаха, чтобы мы могли прощать друг друга ради Аллаха субхану ате аля. Чтобы это было качество наше, иншаллах, постоянное в нашей жизни. Чтобы Аллах субхану ате аля, какие бы смуты ни были, какие бы мы могли легко через них проходить, забывать, примиряться и думать, надеяться на надежду, которую Аллах субхану ате аля, уготовил нам. Поэтому так же я у всех в этой мечети, Аллаху аля, может на кого-то не так посмотрел, что-то не так сказал, где-то кого-то обидел. У всех у вас, братья, ради Аллаха прошу прощения. И да, Аллах субхану ате аля, Аллах субхану ате аля, и саллаху аля Набина Мухаммад, и аля Алихи, и сахам, и субхи, и субхи.